Какие товары продают в Украине, но прибыль идет в РФ. Будьте внимательны. Украина уже более месяца противостоит военной агрессии России. Вместе с Украиной солидарен почти весь мир и иностранные компании массово останавливают свое сотрудничество с РФ. Однако на полках наших супермаркетов до сих пор присутствуют российские товары. Сами товары скорее всего изготовляются в Украине. Однако конечный бенефициар находится именно в России, а значит часть вырученных средств отправляется врагу. Часть таких торговых марок опубликовали на платформе Appendatabot. Чай майский. Лисма, Кертис. Детское питание Тема и Агуша, Засынайка, Фиксики, Некусайка. Молочные продукты Чудо, Простоквашина. Веселый молочник. Косметический бренд Фаберлик. Пиво Жигули и Балтика. Медицинские препараты Диоксин и Виферон. Продукты Ермолина. Суши Вок и Евразия. Раптор. Чистая линия. Глория Джинс. Турагентство Дзов ТТВК. ТОВ Брокарт Украина. Оптовая торговля медикаментами Дзов Вента. ЛТД производства мясных продуктов. Дзов Ермак Голд. Производство чая и кофе. Дзов Арими Украина. Бренды Гринфилд Тесс. Принцесса Нури. ТОВ Житомирский мясокомбинат. Одежда Оустин. Одежда УДЖИ. Хендерсон. Респект. Косметика Черный жемчуг. Косметика Рецепты бабушки Агафьи. Косметика Бархатные ручки. Бытовая химия Ушастый нянь, Лоск и Арма. Макароны Макфа. Мармеладный кот. Как отмечают в Appendatabot, с первых дней в Укрпатент приходят заявки о передаче прав на некоторые ТМ, торговые марки и регистрацию новых брендов. Этот процесс не очень быстрый и для перерегистрации торговых марок на другого владельца нужно от двух до трех месяцев. Ранее мы писали, какие иностранные компании продолжают работать в РФ и продают свои товары в Украине. А также рассказывали, какие страны, отели и авиакомпании продолжают работать с РФ.